запутаться конечно можно легко и пробуя что-то новое застрянешь и все вниз и тебя опускают нет во время выступлений такого не случается потому что там все отработано максимально ты не можешь себе такого позволить но вот буквально на днях у меня случилось полотна я не заплеталась мне нужно было их разделить в какой-то момент в номере и я не могла найти лазейку я про имел так слиплись я вытаскиваю и вот это полтора метра полотна которую я не могу рассоединить боже мой что происходит а музыка идет а мне надо все успеть вот так конечно начинаешь нервничать а так вот чтобы прям где-то именно заплестись и застрять нет нет такого не может конкретно в этом жанре воздушной гимнастики на полотнах там не предусмотрена страховка поскольку мы делаем различные узлы заплетаемся ногами руками и телом и она просто невозможное и прицепить некуда некуда и возможно даже не просто запутаться я дочь артистов цирка да я четвертое поколение вместе со своим братом и естественно воздушные гимнастами с самого детства просто покорили меня и навсегда и когда я решила что я тоже хочу стать воздушной гимнасткой я сказала об этом папе папа начал со мной заниматься а как все цирковые дети рожденные в опилках мы занимаемся с самого раннего детства и подготавливаем тело к тому чтобы можно было выбирать себе разнообразные различные жанры вот к тому моменту у меня уже была какая-то физическая подготовка я сказала папе папа сказал давай и вот мы начали репетировать как раз такие вот полотна когда я под куполом я думаю о тросах я думаю о лебедке правильно все работает достаточно ли высоты правильно ли я замотала узел то есть ну здесь полный контроль всего что вокруг я не думаю о том начнуты ли у меня носки например на ногах или какая-то музыка играет я думаю да больше по работе нет нет у меня вообще сложно нет я не ориентируясь на какие-то световые приборы или что-то это меня не отвлекает ничего зритель наоборот вдохновляет иногда бывает ты делаешь какой-то трюк и они начинают охлопать яростно и ты думаешь ну все не зря все классно прошло до высоты вы не боитесь нет высоты не боюсь у тебя это уже отлаженная система действий который тебя не сбивает там какие бы обстоятельства вокруг не происходили зрители сидят или ты на подъемном кране работаешь или где-то это на маленькой высоте то есть ты уже ориентируешься профессионально к нам подходишь но вот так вот чтобы прямо сбивала что-то такого нету просто нужно быть вот всегда в тонусе держать себя в хорошей форме и тогда ничего не сложно нет нет сорваться это я не знаю это не профессионально но бывают травмы конечно бывают какие-то растяжения бывают какие-то неправильные расчеты по дистанции если например но сорваться это когда нету сил то есть артист не может себе такого позволить он всегда должен быть в тонусе сильным опираться на свои руки не это если вы имеете ввиду сам узел возможно ли из него выпустить возможно потому что есть разные узлы есть заплетка безузловая то есть нету фиксации если ты отпустишь руки и не проконтролируешь какой-то оборот или трюк то возможно слететь неосторожности да но есть те же узлы где ты максимально зафиксированы и ничего чтобы не произойдет хорошо ли я себя сегодня чувствую чтобы не было низкого давления потому что когда работаешь и не очень состояние может быть там давление упало температуру поднялась не знаю что угодно конечно тогда сложнее чисто физически полотна сами ткани выбираются исключительно от той работы который человек выполняет то есть это может быть там мягкие ткани для какой-то обрывной работы которые представлены у меня есть более жесткие ткани они больше для силовой работы чтобы было больше упора да но есть какие-то свои там технические детали нюансы которые знают воздушный гимнаст конечно но то что например режиссуры искусство и всего номера конечно же в моем номере сделала я сама себе этот проект так назовем но чаще это работают режиссеры и чему вообще большая благодарность их таланту потому что когда режиссер смотрит на артиста и видит какой-то в нем потенциал какого-то персонажа или что-то конечно может это очень красиво обрамить и вот я как раз таки мечтаю поработать с режиссером тоже я уже работаю свой номер но мне интересно что-то новое помимо этих репетиций мы ходим на танцы иногда мы ходим на какой-то фитнес в разных городах бывают какие-нибудь супер классные фитнес-клубы естественно мы не упускаем возможности туда сходить вот тут у вас в минске мы уже ходили на танцы занимались high hills я для себя открыла новое веяние это было интересно себя так чуть-чуть раскрепостить потому что мозг работает иначе и ты начинаешь как-то развиваться и конечно это все применяется в дело сразу тут же и для артистов это полезно в целом да не только для физического какого-то вот состояние понимание свое тело но и для какого-то вот раскрепощения самой белоруссии я не в первый раз я уже тут работала как раз таки когда мне было 14 лет мы ездили по городам а именно в минске это просто чудеснейший цирк я в колоссальном восторге потому что у меня была одна такая мечта поработать именно в минском цирке никогда тут не бывало и тут нам просто такая красотища ты когда даже разминаешься думаешь ну как можно было такую красоту создать в цирке сплошное удовольствие конечно мне тут очень нравится и в городе и люди приятные добрые такие отзывчивые и публика замечательная вообще здесь не знаю потрясающе мне очень нравится ела драники конечно же пила я не знаю ничего не пила ну куда ходили мы ходили на экспериментальный в экспериментальный театр смотреть постановку мы ходили на танцы здесь мы гуляли по городу я тут постоянно вечерами выхожу в старый город погулять мне очень нравится ресторанчики все вот это вот там кто-то играет на гитаре вообще чудесно ну да как полагается артисты как кочевники ездят по всему миру круглый год но есть один месяц когда мы уезжаем домой как правило либо куда-нибудь в отпуск это отпуск просто но мы не можем долго находиться в отпуске артисты очень подвижные люди мы нам сложно усидеть мы две недели дома как здорово как классно свои подушки все здорово а потом надо срочно куда-то ехать собирать чемодан и уже ритм жизни другой не нравится все я не знаю как это сказать потому что я рождена в опилках как и мой брат и моя мама мой папа у нас большая династия соответственно у меня есть два высших образования я тоже могу работать оставаться в москве да и найти себя в другой профессии но цирк это настоящее искусство и души да для души и это творчество которое не отпускает если ты уже здесь находишься тебя вот заманила болото и ты уже оттуда выбраться не можешь конечно же здесь все моя жизнь мои друзья моя работа мои любимые люди родственники ну конечно все цирк это мое все и что меня привлекает он сам наверно то цирк это искусство этой жизни моя моих родителей моей семьи это большое дело которое мы любим и конечно же воздух неотъемлемая часть который нас покоряет